Более одной из сотников голымских семей не платят за коммунальные услуги больше полугода. Общая сумма долга достигла 155 миллионов рублей. Судебные приставы и сотрудники единого расчетного центра вышли в совместный рейд. Они решили встретиться лично со злостными неплательщиками. Напомнить им о долге и о том, что для них пока действует запрет на выезд за пределы страны. Юлиана Сотник с подробностями. Здравствуйте. Можно туда пойти? В этой квартире горит свет, из крана бежит вода, а зимой всегда теплые батареи. Но за все эти удобства хозяин квартиры Виктор Горячев не платит. Вот уже три года. Долг за коммуналку составляет 268 тысяч. На работе были неприятно все. Пришлось уволиться. Виктор Горячев далеко не самый злостный неплательщик. К 1153 коголымские семьи более полугода не платят за коммунальные услуги. Сумма долга по городу 155 миллионов. Представляете, какая сумма для Коголыма, которая составляет численность населения, где-то 67 тысяч населения. То есть это очень большая сумма, конечно. А она растет? Ну, знаете как, вот нет, вот за тот, по сравнению с прошлым годом, она у нас увеличилась на 1%. Это из-за чего? Из-за того, что, значит, вот эта пандемия повлияла. Очень много людей потеряли работу. То есть, конечно, людей-то можно понять, но ресурсники все равно оказывают услуги. То есть отопление не отключается. И то есть люди, те, которые работают именно на этих предприятиях, тоже должны что-то кушать и получать зарплату. Специалисты паспортной службы вручили должникам предупреждение, где обозначен список мер поддержки людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Так, малоимущие имеют право получить субсидию для выплаты своего долга перед ЕРИЦ. Но усмотрение руководства набежавшие пени могут списать. А для тех, кто по каким-либо причинам не может делать полный ежемесячный взнос за коммуналку, предусмотрена услуга реструктуризация задолженности. Иными словами, оплата в рассрочку. За полгода заключено 49. Таких соглашений на сумму более 5 миллионов. Договор, он еще является основанием для получения субсидий, оформления документов, для получения субсидий, что люди все-таки стараются как-то гасить свою задолженность и им помогают. Значит, выделяется, у многих выделяется субсидии 40 тысяч, 20 тысяч. Вот, все это дело рассматривается на комиссию. Источники дохода и счета должников, которые удается установить в ходе рейда, обычно отправляют на удержание. В этот раз такового обнаружено не было. Данным должникам применяются все меры принудительного исполнения. В данном случае выходим по адресу должника, выявляем движимое и недвижимое имущество. В случае обнаружения данного имущества проводится арест имущества, описывается и направляется на реализацию. В случае неявки в отдел граждан привлекут к административной ответственности в случае повторного игнорирования требования. Нарушителям закона грозит принудительный привод. Юлиана Сотик, Евгений Скляров. Специально для новостей.